В московском выставочном зале Манеж впервые представлена экспозиция, посвященная исключительно итальянской фотографии. Снимки, сделанные в период 30-х-70-х годов, показывают Италию в процессе перемен. 250 работ 13 известных фотографов были собраны частным коллекционером Массиму Прельца. Выставка – это, конечно, открытие. Это открытие не только для России, это открытие для самой Италии, итальянской фотографии. Потому что Италия обращается к истории своей фотографии тоже только в последние годы. В начале 20-х-30-х годов Италия оказалась изолирована от международных авангардных течений. Выставка позволяет увидеть так называемое частное интимное творчество итальянских фотографов, работавших в годы фашистского режима. Экспозиция знакомит с необычными способами использования возможностей фотографии. К ним обращались, например, архитектор Карло Малино или график Антонио Баджери. Здесь есть два аспекта. С одной стороны, формальные поиски, которые полностью совпадают с эпохой модернизма. И мы здесь видим, как работают люди со структурой, с фактурой, очень много работают со стеклом. В этой далекой Италии нет места роскоши и гламуру. Послевоенные фотографы обращаются к жизни обычного человека. Уникальная серия портретов Марио Джекамелли снята в доме престарелых. А совсем нермантичные работы Мимо Йодича показывают жизнь психиатрической больницы. У него есть оригинальная работа. Он фотографировал какие-то жесткие, актуальные вещи, жизненные психиатрические больницы, здания. Джорджо Авагдор, специалист в области фотографии и архитектуры, обращается к городской теме. Его работы отражают послевоенную трансформацию Турина, превратившегося из скромного культурного центра в индустриальный гигант. Выставка итальянской фотографии – это своеобразная документальная хроника того, как происходило становление современной Италии. В 60-е годы происходит взрыв, происходит собственно рождение той Италии, которую мы сегодня знаем, да, родоначальницы и лидеры в области дизайна, в области фэшн, в области итальянской архитектуры. Это все появляется только в 60-е годы. Частная коллекция Массимо Прельца создавалась в то время, когда искусство фотографий не было знаком и лейблом. Это пример того, как некогда ненужные вещи, собранные коллекционером, стали культурным достоянием. Юлия Гамова, Федор Пономарев, Олег Яшингулов, телекомпания ТВЕ.